Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам семинар, темой которого будет значение судебной практики по налогам в деятельности юриста. Ну, непосредственно прежде чем начать данный семинар, конечно же, нужно пояснить название данного семинара. Вообще, семинар, материалы к нему готовились в рамках подготовки курса по повышению квалификации юристов. И при этом задачей было не столько нагрузить юристов какой-то специальной информации о налогах, а дать общее представление о том, каким образом себя вести в том случае, если юристу необходимо будет вести налоговый спор в суде. Таким образом, семинар, в общем, предназначен для юристов, не специализирующихся в налоговом праве. Это означает, что в большинстве случаев какого-то углубленного анализа тех или иных проблем, налоговых проблем, не будет. Но вместе с тем, понимание тех общих тенденций, которые существуют в налоговом праве, будет полезно, безусловно, налоговому юристу и не только тем налоговым юристам, которым придется вести налоговые дела, но и, в принципе, тем, которые, например, скажем, занимаются составлением договоров. Потому что определенная проблематика налоговая может отражаться и на содержании тех или иных договоров. Ну, в целом, представляет семинар ЮЗВАК Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. В качестве плана настоящего семинара я предлагаю сначала рассмотреть доводы, которые необходимо использовать юристам при составлении процессуальных документов в налоговых спорах. В данном случае будут рассмотрены как доводы, так и в целом структура процессуальных документов, которые используются в налоговой сфере, в налоговых спорах. Следующим блоком настоящего семинара будут так называемые трендовые судебные споры. Ну, о чем здесь речь? То есть это такие споры, которые сейчас на слуху и, что называется, в моде среди специалистов. То есть они появились недавно и сейчас практика по тематике, которая затрагивается в такого рода трендовых судебных спорах, она нарабатывается. Ну и третий блок – это распространенные судебные споры. В чем отличие первого блока от второго? Ну, как я уже сказал, второй блок связан, скажем так, с недавно появившимися спорами, практика по которым будет нарабатываться. А третий блок, он касается судебных споров, которые, в общем, распространены, ну, долгое время распространены в судебной практике именно по налоговой тематике. Часто затрагиваются те или иные, ну, точнее, эти споры, да, они связаны с налоговой тематикой, и те проблемы, которые затрагиваются, достаточно часто встречаются, и высокая вероятность того, что они могут встретиться и у юриста. Ну, любого юриста, который, скажем, является внутренним юристом, либо юристом, скажем так, общей консультации, который берется за любые дела. Итак, приступаем. Ну, вообще, прежде чем непосредственно начать рассматривать различные проблемы, которые возникают в налоговых спорах при составлении процессуальных документов, следует определиться в том, каково значение судебной практики в деятельности юриста. И значение это различно. Ну, скажем, в консультационной работе практику в консультациях приводят прежде всего для того, ну, это мое личное мнение, чтобы клиент, для которого предназначена консультация, мог видеть вероятность разрешения спора в том случае, если он, ну, вероятность разрешения спора либо в его пользу, либо, напротив, не в его пользу. Вот. В том случае, если клиент будет руководствоваться теми рекомендациями, которые содержатся в консультации, либо, напротив, будет их игнорировать. И здесь следует отметить, что в том случае, если при составлении консультации не приводится какая-то судебная практика, то в большинстве случаев, скажем так, интерес клиента не удовлетворяется в данном случае. Это надо иметь в виду. Но ситуации разные бывают, и действительно не во всех случаях в консультациях можно привести ту или иную практику. Следующее. Каково значение в судебной работе? Вообще следует заметить, что судья, когда рассматривает дело, любое дело, неважно, это налоговое дело, любое, скажем, гражданское дело, ему не особо хочется думать над вашей ситуацией, потому что у него огромное количество дел, которые он рассматривает, может, даже ежедневно, и, безусловно, у него нет ни сил, ни времени в каждое дело погружаться полностью с головой. Поэтому, когда вы приводите практику именно в процессуальных документах, вы даете суде своеобразную модель поведения в данном деле. Иначе говоря, вы в процессуальном документе отражаете тот или иной вывод, и у судьи должно возникнуть желание просто-напросто скопировать этот вывод в свое решение. И в данном случае следует понимать, что если в консультационной работе встречаются ситуации, когда нельзя привести практику, то в судебной работе юрист в обязательном порядке должен привести судебную практику, которая подтверждает его позицию. Иначе говоря, в процессуальном документе в обязательном порядке должен быть раздел о судебной практике. Либо, если не самостоятельный раздел, то, во всяком случае, по доводам, которые приводятся налогоплательщикам, там в конце, в середине, должна приводиться судебная практика. Если этого не делается, то в данном случае следует понимать, что юрист что-то не дорабатывает, и понимать, что в данном случае позиция налогоплательщика, такая позиция налогоплательщика, без приведения той или иной судебной практики, она является слабой. Переходим к следующему разделу, а именно, какие существуют проблемы судебной практики. Ну, главная проблема, которую, в общем-то, я уже озвучил, это отсутствие судебной практики. Правда, здесь следует понимать, что можно различать ситуации. Первая ситуация – это ситуация, когда полностью отсутствует судебная практика. И вторая ситуация – это частичное отсутствие судебной практики. Хотя некоторым может показаться, что такое словосочетание, частичное отсутствие, ну, скажем так, парадоксально. Что касается полного отсутствия, то, повторюсь, даже в такой ситуации, в консультационной работе, безусловно, на данный факт следует обращать внимание, а вот в судебной работе, даже при отсутствии судебной практики, необходимо как-то из этого положения выходить. И самый простой случай – это приведение судебной практики по, скажем, аналогичным нормам, либо по аналогичному вопросу. О чем тут речь? Вообще, налоговое право – это очень динамичная отрасль права, в которой регулярно появляются новые нормы, по которой практика еще не наработана. Вместе с тем, несмотря на эту динамичность, появляется много норм, которые схожи с ранее существовавшими, либо существующими нормами, по которым практика уже существует. Соответственно, необходимо проанализировать новую норму и схожие нормы, и в том случае, если действительно есть основания, приводить практику по тем нормам, по аналогичным нормам, по которым уже сформировалась позиция судов. Вообще, повторюсь, ситуации, когда существует норма, но по ней практика не доработана, встречаются в налоговых отношениях достаточно часто. И до 2016 года был очень яркий пример, хотя, строго говоря, и не по налоговому праву, но, скажем так, в финансовых отношениях, в финансовых спорах. А именно, был принят закон, ну, точнее, он не в 2016 году был принят, он был принят раньше, но после 2016 года, я думаю, вы многие знаете, регулирование страховых взносов, оно было перенесено в налоговый кодекс. Вместе с тем, до этого момента страховые взносы, отношения по страховым взносам регулировались законом 212 ФЗ. Так вот, когда этот закон начал функционировать, понятно, что практика по нему не была наработана. Вместе с тем, кто видел данный закон, знает, что в части процедурных норм этот закон, он фактически копирует положение первой части налогового кодекса. Соответственно, при возникновении споров плательщики взносов, чтобы аргументировать свою позицию, очень часто ссылались именно на практику, которая была наработана применительно к налоговым нормам, но применяли его в спорах по страховым взносам. И вот в данном случае я привожу пример решения, в данном случае это решение Верховного суда, в котором Верховный суд, рассматривая именно спор по страховым взносам, применял, скажем, практику, которая существовала по схожей норме, которая находилась в налоговом кодексе. Вообще, после внесения изменений в налоговый кодекс и после того, как полномочия по администрированию страховых взносов, эти полномочия были переданы налоговым органам, в общем, по новым нормам, то есть по новой главе, которая появилась в налоговом кодексе, можно применять такой же подход. А именно, поскольку многие нормы совпадают с положениями норм закона 212 ФЗ, то практика, которая была наработана по закону 212 ФЗ, можно использовать в спорах по нормам новой главы о страховых взносах, которая содержится в налоговом кодексе. Кроме того, следует иметь в виду, что очень часто новые нормы налогового кодекса по своему содержанию схожи со старыми нормами налогового кодекса. Ну, например, в качестве такой иллюстрации можно привести нормы, связанные с льготами по проведению спортивных мероприятий. Итак, в главе 21 НКРФ была норма в отношении товаров, работ и услуг, которые были необходимы при организации Олимпиады. И на самом деле схожая норма появилась в отношении товаров, работ и услуг при проведении чемпионата мира. Но понятно, что если в отношении нормы по Олимпиаде хоть какая-то практика уже наработана, то по норме о чемпионате мира, в общем-то, практика как таковая отсутствует. Ну и, соответственно, в случае, если возникнет какой-то вопрос, то можно использовать практику по аналогичной норме, которая использовалась при проведении Олимпиады, применительно к норме, которая связана с проведением чемпионата мира по футболу. Теперь о частичном отсутствии практики. Ну, здесь следует отметить, что, опять же, частичное отсутствие можно разделять на несколько видов. Во-первых, в целом следует определиться в том, что такое отсутствие, точнее, что такое практика. Безусловно, понятно, что это понятие где-либо не зафиксировано в нормативном акте, ну а в теории высказываются достаточно разные мнения. Но, в целом, можно с определенной долей уверенности говорить, что все-таки практика начинает формироваться с уровня окружных судов. Соответственно, может так случиться, что на уровне окружных судов практики нет, но есть практика ниже стоящих судов. Безусловно, в судебной работе необходимо приводить любую практику, которая подтверждает позицию налогоплательщика. Вместе с тем, в консультационной работе все-таки данный аспект необходимо учитывать и специально оговаривать. Иначе говоря, говорить, что да, есть практика, скажем, ниже стоящих судов, но поскольку на уровне окружных судов такой практики нет, то есть вероятность того, что подходы ниже стоящих судов могут быть не поддержаны в дальнейшем вышестоящими судами. Следующая проблема – это то, что существует, точнее, практика, в которой действует налогоплательщик, точнее, неправильно говорю, налогоплательщик, он действует в определенном регионе, но может так получиться, что в этом регионе, округе, соответствующая практика не сформировалась, но она сформировалась по другим округам. Соответственно, в данном случае, опять же, это обстоятельство нужно обговаривать в консультациях и указывать, что да, есть практика в других регионах, но есть и вероятность того, что эта практика может не начать формироваться в рамках вашего региона. Ну и, наконец, третья ситуация – это когда существует практика, ну, скажем, если налогоплательщик – организация, то практики в рамках арбитражных судов нет, но практика есть в судах общей юрисдикции. Ну, такая ситуация достаточно часто встречается применительно к главе 23 НК РФ. И очень часто бывает так, что арбитражные суды не воспринимают практику судов общей юрисдикции и наоборот. Ну, безусловно, с объединением судов таких примеров стало меньше, но, тем не менее, они существуют. Поэтому, опять же, в консультации данное обстоятельство нужно оговаривать. Ну, а в судебной деятельности все достаточно просто. Любая практика, которая подтверждает вашу позицию, должна приводиться в процессуальном документе. Следующая проблема, которая может существовать с судебной практикой, это проблема противоречивой судебной практики. Вообще, противоречивая судебная практика, она, скажем так, разделяется на несколько типов. Во-первых, противоречие может быть во времени, во-вторых, по округам, и, наконец, противоречие может быть и в одном округе, и в одно время. Вообще, когда мы говорим о противоречии во времени, то здесь следует иметь в виду, что, возможно, как такового противоречия-то и нет. Просто-напросто практика изменилась. И в налоговом праве такая ситуация – это не редкость. Ну, например, ярким примером, в данном случае я его привожу со ссылкой на судебные акты. Вот ярким примером является практика по признанию контролируемой задолженности между сестринскими компаниями. Вообще, одно время практика была достаточно единообразна. И она заключалась в том, что, поскольку прямо в статье 269 не описан случай того, что задолженность между сестринскими компаниями должна признаваться контролируемой, то, соответственно, оснований для признания такой задолженности контролируемой нет. А здесь нужно понимать, что, когда задолженность признается контролируемой, значит, проценты, которые выплачиваются по такой задолженности, могут не в полной мере учитываться в качестве расходов по налогу на прибыль. Ну и повторюсь, одно время практика была единообразна, что раз нет прямой нормы, значит, и оснований для признания такой задолженности контролируемой нет. Вместе с тем, потихонечку практика начала изменяться, причем в рамках одного округа. Ну и в конце концов она изменилась. И сейчас общий подход, то, что... Ну, точнее, общий подход, что, несмотря на то, что прямая норма отсутствовала, такую контролируемую задолженность можно признавать контролируемой. Почему я говорю в прошедшее время, что прямая норма отсутствовала? Дело в том, что в статье 269 НКРФ были внесены изменения, но, тем не менее, по прошлым периодам есть риск того, что задолженность между сестринскими компаниями будет признана контролируемой. Зачем я об этом говорю? То, что когда вы встречаете противоречивую судебную практику, особенно во времени, то есть один период такая практика, а потом другая практика, то в обязательном порядке необходимо найти объяснение этого противоречия. И, соответственно, тогда можно понять, является ли это в действительности практик противоречивой, либо речь идет просто-напросто об изменении практики. Следующая проблема – это проблема противоречий по округам. Ну, нередко бывает так, что суды одного округа принимают позицию, которая противоречит позиции судов другого округа. Но здесь подход понятен, что необходимо исходить из практики, которая действует в том регионе, в котором вы либо будете судиться, либо в котором действует налогоплательщик, для которого вы готовите консультацию. Но бывает и совсем сложная ситуация – это противоречивая практика в одном округе и в одно время. Но в данном случае, еще раз повторюсь, что необходимо все-таки попытаться найти объяснение такому противоречию, потому что нередко просто-напросто бывает, что, кажется, выводы противоречат друг другу в различных делах, но в делах различные есть нюансы, которые суд учитывает при вынесении того или иного решения. Вообще здесь следует иметь в виду, что, особенно в судебной работе встречается такая ситуация, что, скажем, налогоплательщик приводит свою судебную практику, а налоговый орган приводит свою судебную практику, и в данном случае, скажем так, эти практики, они расходятся друг с другом. То есть возникает такое впечатление, что существует по данному вопросу противоречивая судебная практика. И здесь нужно понимать, что с учетом современной тенденции, а именно бюджета ориентированного подхода судов, проще принять позицию налогового органа, потому что в данном случае суд, что называется, во-первых, будет защищать интересы бюджета, а во-вторых, в общем-то, если есть судебная практика, которая подтверждает правомерность позиции налогового органа, то в данном случае и суд следует данной практике. Но здесь следует иметь в виду, что нередко налоговый орган, по сути дела, просто-напросто создает видимость того, что существует практика, которая подтверждает его позицию. Поэтому в данном случае налогоплательщику следует в обязательном порядке не только проанализировать судебную практику, которую приводит налоговый орган, но и в том числе объяснить, почему данная практика не может применяться в настоящем споре. И, в общем, бывают разные ситуации. Во-первых, бывает, что, повторюсь, налоговый орган просто-напросто приводит практику, которая не имеет отношения к делу. То есть, опять же, создает видимость практики, которая бы подтверждала его позицию. Следующая ситуация – это то, что налоговый орган приводит практику, в которой не учитываются обстоятельства, которые имеются в рассматриваемом споре. А вы, например, приводите именно практику, которая учитывает специфику вашего спора. Ну и, наконец, бывают такие случаи, и можно сказать, что не редкость. Это не редкость, то, что налоговый орган приводит практику, которая не только не подтверждает его позицию, но и, по сути дела, подтверждает позицию налогоплательщика. Поэтому в данном случае, повторюсь, если в своих процессуальных документах налоговый орган приводит практику, то в обязательном порядке необходимо проанализировать эту практику, и в обязательном порядке пояснить суду, что, ну, то есть создать, скажем так, отдельный раздел в своих процессуальных документах и пояснить суду, что данная практика неприменима в споре. Но замечу, что, безусловно, не всегда, не всегда удается объяснить, почему существует противоречивая судебная практика. Но в любом случае налогоплательщику следует иметь в виду, что противоречивая практика может сыграть на руку налогоплательщику, даже если не выиграть налоговый спор, то в определенной мере смягчить последствия проигрыша. Во-первых, противоречивая судебная практика может служить основанием для устранения ответственности. Иначе говоря, противоречивая судебная практика может указывать на то, что отсутствует вина налогоплательщика. Ну и в данном случае я привожу пример такого подхода, довольно свежий подход в Дальневосточном округе. следующее – это то, что если противоречивая судебная практика и не исключит ответственности налогоплательщика, то во всяком случае она может служить одним из оснований смягчения налоговой ответственности, что также, в общем, немало. Ну и, наконец, можно приводить довод, хотя этот довод суды и не любят, но, тем не менее, время от времени он воспринимается, а именно довод о том, что противоречивая судебная практика может свидетельствовать о том, что налоговая норма сформулирована нечетко и окончательно ее смысл не понять. А в том случае, если есть сомнения в налоговой норме, то есть общее правило в Налоговом кодексе, а именно пункт 7 статьи 3 НКРФ о том, что все сомнения должны толковаться в пользу налогоплательщика. Таким образом, по поводу противоречивой судебной практики я еще раз остановлюсь. Вы для себя объясняете наличие противоречивой судебной практики. В рамках судебного спора по практике налогового органа Вы объясняете, почему эта практика не может применяться в настоящем судебном споре. Ну и, наконец, в любом случае попытаться использовать противоречивую практику в своей деятельности для снижения, либо устранения ответственности, либо для аргументации того, что существует неопределенность в налоговой норме, которая должна, в общем, истолковываться в пользу налогоплательщика. Так, ну и по данному блоку еще следует заметить следующее, что для юриста неважно, занимается ли он налоговыми делами, будет ли он специализироваться в налоговых спорах, либо он занимается какой-то другой правовой деятельностью. Мониторинг споров, которые имеют место в налоговой сфере, в общем, это полезная деятельность, которая может послужить хорошую службу для юриста. Вообще следует заметить, что на данный момент выпускается достаточно много обзоров различными субъектами. То есть это могут быть и государственные органы, это делают и Минфин, и ФНС. Обзоры можно найти на специализированных ресурсах, есть хорошие обзоры юридических фирм. Более того, вообще обзоры, они представляются в различных формах. Есть текстовые обзоры, есть видеообзоры. Ну, например, видеообзоры вы можете увидеть на моем канале. Ну, возможно, есть и даже аудиообзоры. Для чего вообще это необходимо делать? Дело в том, что когда вы, скажем так, ведете налоговый спор, то может так получиться, что у вас недостаточно судебной практики для обоснования своей позиции. Но судебная практика достаточно динамична. И поэтому, читая новые обзоры, вы можете увидеть те акты, которые могут обосновывать свою позицию. Это первое. Второе. В любом случае, те или иные акты, которые включены в обзор, могут послужить вам основанием для формулирования новых доводов в вашу пользу. Но такая деятельность по мониторингу судебной практики может быть полезна даже в том случае, если спора нет. Скажем, если в данном случае вы занимаетесь составлением договоров. Дело в том, что формулировка тех или иных условий в той или иной мере может влиять на налоговую... Ну, формулировка в гражданских договорах может влиять на те или иные налоговые последствия. И соответствующие последствия могут быть отражены в том или ином налоговом споре. Соответственно, увидев этот налоговый спор и проанализировав его, вы можете сообщить своему клиенту о тех рисках либо последствиях, которым ведут те или иные положения гражданского договора. И, безусловно, в данном случае, если вы так делаете, то ваша ценность, она только повышается, и либо ваш работодатель, либо клиент будут только довольны, если вы будете рассматривать хозяйственную ситуацию не только с точки зрения гражданского права, либо иного права, на котором вы специализируетесь, но и с точки зрения налогового права. Итак, продолжаем рассматривать доводы, которые необходимо отражать в процессуальных документах. И на этот раз я бы хотел обратить внимание на вопросы структурирования доводов. И в данном случае речь пойдет о значении процессуальных нарушений и как их необходимо отражать, соответственно, в процессуальных документах. Вообще, на самом деле, нередко можно увидеть позиции налогоплательщиков, которые они излагают в судах, когда базовым доводом является то, что налоговые органы допустили какие-то процессуальные нарушения при проведении проверки. То есть, либо нарушили сроки проведения, либо что-то не так подписали, либо составили. И вообще, такая структура доводов, она объяснима в том случае, если действительно доводов о том, что налогоплательщик правильно исполнял свои налоговые обязательства, их нет. Иначе говоря, нет материальных доводов. Тогда, ну, что называется, чем богаты, тому и рады. Приводятся процессуальные доводы о процессуальных нарушениях. Однако, следует заметить, что такая позиция, она в настоящий момент, она слабая. Но другой вопрос, что нередко можно встретить ситуацию, когда налогоплательщик может приводить доводы о том, что он соблюдает нормы налогового права и правильно определяет свои налоговые обязательства. То есть, имеются такие основания приводить соответствующие аргументы. Однако, в процессуальных документах отражаются только доводы о процессуальных нарушениях. Это можно объяснить различными ситуациями. Ну, во-первых, можно объяснить тем, что, скажем, интересы в суде налогоплательщика представляет юрист, который в целом налоговым правом не занимался, либо занимается недавно. Поскольку, в общем-то, в процессуальных аспектах разобраться легче, чем в материальных аспектах, то, соответственно, разобравшись в процессуальных нарушениях и, скажем так, не желая тратить сил на иные аспекты, юрист приводит только процессуальные доводы. Но здесь следует отметить, что нередко в позицию, в которой центральное место занимает именно процессуальные нарушения, составляют так называемые налоговые юристы. То есть, юристы, которые позиционируют себя как лица, специализирующиеся на налоговом праве. И это говорит лишь о том, что данные налоговые юристы просто-напросто не перестроились и не уловили изменения, которые произошли в налоговом праве. А в чем тут дело? Дело в том, что действительно определенное время налогоплательщики могли выигрывать судебные споры у налоговых органов, исключительно ссылаясь на процессуальные нарушения. Более того, можно даже назвать в определенной степени точный момент, с какого началась такого рода практика. А это произошло в связи с принятием постановления Президиума ВАЗ в 2008 году. Реквизит вы видите. В данном постановлении Президиум, по сути дела, провел аналогию между процессом, который существует в арбитражном судопроизводстве, и процессом, который закреплен в налоговом кодексе. И абсолютно понятно, что процессуальные нарушения, которые могут произойти при рассмотрении судебного дела, имеют серьезное значение и во многих случаях ведут к незаконности судебного акта. И соответствующий подход, по сути дела, был переложен и на налоговое право. И, соответственно, пошел вал дел, в которых налогоплательщики исключительно на основе процессуальных нарушений, но в большинстве случаев это было связано с невызовом на рассмотрение материалов проверки, но могли быть и нарушения, связанные с несоблюдением сроков. Вот с такими доводами и выигрывались дела. Однако постепенно судам, и в том числе высшим судам, надоела такая практика, и во многих случаях она была, скажем так, несправедлива, поскольку было, например, очевидно, что налогоплательщик нарушал нормы налогового права при исчислении налогов, но при этом он выигрывал дело исключительно потому, что налоговый орган либо срок нарушил, либо не вызвал на рассмотрение материалов проверки. Чтобы как-то пресечь такие ситуации, было сформулировано положение, которое было закреплено в постановлении номер 57 по применению первой части налогового кодекса. Смысл этого положения, это пункт 68, заключалось в следующем, что доводы о процессуальных нарушениях имеют значение в судебном споре только в том случае, если эти доводы заявлялись на досудебной стадии. Ну, зачем было сформулировано данное положение, думаю, всем очевидно. Просто-напросто высший арбитражный суд хотел, чтобы процессуальные нарушения, чтобы у налоговых органов была возможность устранить процессуальные нарушения. Это первая цель, которая преследовалась данным положением. Ну, а вторая цель просто-напросто высший арбитражный суд не хотел, чтобы вообще доводы о процессуальных нарушениях они доходили до судов. И, в общем, было стремление, чтобы суды все-таки рассматривали налоговые дела по существу. Заблюдает налогоплательщик нормы об исчислении, ну, там, правильно применяет нормы об исчислении налога, оплате налога, либо нет. И, собственно говоря, с этим положением, с этим постановлением произошел переход, когда, по сути дела, процессуальные доводы утратили свое значение. Однако, повторюсь, многие специалисты не перестроились. Здесь следует отметить, что определенную медвежью услугу в этом плане могут оказывать справочная система, которая составляет определенные систематизирующие материалы, в которых, например, можно увидеть, что тот или иной суд признал решение налогового органа недействительным, поскольку было допущено процессуальное нарушение. И действительно, такие судебные акты есть. Но здесь следует обратить внимание, что во многих случаях такого рода выводы, они являются, что называется, вспомогательными. Иначе говоря, суд рассматривал не только процессуальные нарушения, но он рассматривал и вопросы о соблюдении материальных норм. И, в общем-то, установив, что налогоплательщик материальных норм не нарушал, он и приходит к выводу, что решение налогового органа недействительно, и в качестве дополнительного аргумента о недействительности приводит довод о том, что налоговым органам также были нарушены какие-то процедурные, процессуальные нормы в налоговом кодексе. Поэтому, поэтому в заключение, что когда структурируете документ, который пойдет в суд, центральное место в данном документе должны занимать именно материальные доводы, а именно о том, что налогоплательщик правильно, верно определяет свои налоговые обязанности. Ну, а процессуальные доводы, они уже должны уходить на второй план. Правда, это не исключает, безусловно, того, что вы хорошо должны проработать, но, тем не менее, не надо на них делать упор. Следующий вопрос, это вопросы, связанные с тем, какие доводы следует заявлять в случае налогового спора, который уже рассматривается в суде. Вообще, я замечу, что очень часто суды при принятии решения в пользу либо против налогоплательщика оценивают, насколько соблюдаются интересы бюджета в данном конкретном налоговом споре. Более того, я замечу, что нередко вот такие доводы, связанные с интересами бюджета, являются определяющими при вынесении решения в пользу налогоплательщика. Поэтому при составлении документов надо стараться, я, конечно, понимаю, что это не всегда возможно, но надо, что называется, приложить усилия и постараться отразить аргумент о том, что налогоплательщик, во-первых, верно определял свои налоговые обязательства, а во-вторых, то, что действия налогоплательщика не нарушают интересов бюджета. При этом следует заметить, что этот довод может быть сформулирован по-разному. Например, он может быть сформулирован таким образом, что интересы бюджета не нарушаются. В данном случае я привожу достаточно свежий пример, в котором реализуется такой подход. Это дело Данон было рассмотрено в июне 2016 года. И вообще в данном деле была затронута достаточно интересная тема, связанная с тем, каким образом влияют нарушения норм отраслевого законодательства на налоговые обязательства. И в общем, в данном деле суд попытался сформулировать определенный подход. Сейчас я углубляться в данное дело не буду, но я хочу сказать, сказать, что дело было принято в пользу налогоплательщика, но значительную, скажем, роль в том, что именно дело было принято в пользу налогоплательщика, сыграло то, что интересы бюджета нарушены не были. А в чем тут дело? Дело в том, что налогоплательщик, он предоставил скидку своему покупателю, а предоставление скидки повлекло уменьшение налоговой базы по НДС. Но налоговому органу это не понравилось, и налоговый орган сделал до начисления. Вместе с тем предоставление соответствующей скидки уменьшения налоговой базы по НДС у продавца автоматически повлекло уменьшение налоговых вычетов у покупателя. Иначе говоря, такая ситуация указывает на то, что в любом случае каких-либо интересов бюджету нанесено, ущерба интересу бюджета нанесено быть не могло. И суд это увидел, и в своем акте два раза указал на данное обстоятельство, что уменьшение налоговой базы по НДС зеркально привело к уменьшению налоговых вычетов у покупателя. Следующий вариант того, как можно сформулировать тезис о соблюдении интереса бюджета, это то, что действия налогоплательщика не только не нарушают интересы бюджета, но в общем напротив соответствуют интересам бюджета, а именно, что те или иные действия влекут увеличение доходов бюджета. В данном случае есть такие примеры, я вот такое дело привожу, в котором была рассмотрена ситуация, что налоговый орган посчитал договор формальным у налогоплательщика, но суды оценив данный договор указали на то, что соответствующий договор позволял налогоплательщику достаточно длительный период получать доходы, а раз налогоплательщик получает доходы, значит он с них уплачивал и налоги. Соответственно, заключение такого договора не носило формальный характер, более того, способствовало увеличению налоговых поступлений в бюджет. Ну и итогом рассмотрения спора стало признание решения налогового органа недействительным. Следующий вариант это то, что позиция налогового органа приводит к нарушению интересов бюджета. В данном случае следует заметить, что такой довод заявляется достаточно часто в налоговых спорах, хотя, к сожалению, такой прямой формулировки я не нашел в судебных актах, но могу поделиться собственным опытом. Так, налоговый орган, проведя выездную налоговую проверку, пришел к тому, что договор налогоплательщика с контрагентом носит формальный характер, ну и в связи с этим у налогоплательщика были сняты расходы и вычеты по НДС. Вместе с тем налоговый орган не учел следующего обстоятельства, что договор, который он признал формальным, он, скажем так, носил двусторонний характер. О чем тут речь? То есть в одном случае в договоре налогоплательщик выступал продавцом, а контрагент покупателем, а в другом случае наоборот. Уже контрагент выступал продавцом, а налогоплательщик покупателем. Соответственно, признавая этот договор формальным, налоговый орган должен был одновременно не только снять расходы налогоплательщика, но и также не признавать доходы по данному договору. Ну и соответственно, соответствующие действия по НДС также должны были быть произведены. То есть, как видим, в данном случае выводы налогового органа влекут нарушение интересов бюджета, потому что в итоге уменьшается поступление налогов в бюджет. Таким образом, в заключении я замечу, что в обязательном порядке постарайтесь проанализировать экономические аспекты спорной операции, которая является предметом спора, налогового спора, ну и по возможности приведите доводы о соблюдении интересов бюджета. Следующий аргумент, который необходимо стараться отражать в документах идущих в суд, это аргументы, связанные с ответственностью. Вообще, следует отметить, что нередко, к сожалению, ответственности, если налогоплательщик привлекается к ответственности, ей уделяется не столь серьезное внимание. И этому есть объяснение. Дело в том, что юристы исходят из того, что в том случае, если удастся обосновать, что налогоплательщик правильно определял свои налоговые обязательства, то налоговая ответственность автоматически будет признана незаконом. Однако, с учетом формирующейся судебной практики, следует понимать, что сейчас оспорить налоговые доначисления достаточно сложно. и поэтому, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, необходимо уделить внимание ответственности, потому что все-таки здесь речь идет также о значительных финансовых потерях налогоплательщика. Вообще, почему следует уделить внимание ответственности есть множество аргументов для этого. Во-первых, как я уже сказал, что уменьшаются имущественные потери налогоплательщика. Во-вторых, следует иметь в виду, что если вы оспариваете ответственность и удачно оспариваете, то в дальнейшем это позволяет вам исключить привлечение налогоплательщика к усиленной налоговой ответственности. То есть о чем тут речь? Дело в том, что повторное привлечение налогоплательщика к ответственности может рассматриваться в качестве отягчающего обстоятельства. Соответственно, оспорив налоговую ответственность, вы делаете так, что последующее привлечение налогоплательщика к ответственности будет рассматриваться как впервые, то есть первый раз привлекается налогоплательщик к ответственности. Это во-первых. Во-вторых, данное обстоятельство, что вы оспариваете ответственность удачно, будет означать, что последующее привлечение к ответственности, даже если это привлечение будет признано Законом будет рассматриваться как привлечение впервые, а данный факт может служить обстоятельством для смягчения ответственности. И в данном случае, видите, я привожу пример судебного акта, в котором привлечение налогоплательщика впервые к ответственности рассматривалось в качестве смягчающего обстоятельства. Наконец, оспаривание ответственности может иметь серьезное влияние при привлечении налогоплательщика к другим видам ответственности. И в данном случае речь идет прежде всего об административной ответственности. Дело в том, что если вы обратите внимание на статьи, которые содержатся в Кодексе об административных правонарушениях, а именно в главе 15, содержатся статьи, которые во многом схожи со статьями, которые содержатся в налоговом кодексе. То есть составы, в принципе, схожи. Различия только в субъектах. Если в налоговом кодексе субъектом, как правило, является налогоплательщик, то в Кодексе об административных правонарушениях субъектом являются физические лица, в данном случае руководители, должностные лица. Вместе с тем, если вы оспариваете ответственность по налоговому кодексу, то данный факт вы можете использовать, если налоговый орган старается привлечь руководителей, либо должностных лиц налогоплательщика к ответственности. Данный факт, то, что привлечение к налоговой ответственности было признано незаконным, может использоваться для положительного, для того, чтобы в вашу пользу было принято решение по административному делу. И в целом примеров достаточно много. Более того, я замечу, что может быть и обратный пример. То есть, когда вы, скажем, оспорили привлечение должностных лиц налогоплательщика к административной ответственности, данное обстоятельство может служить уже в налоговом деле положительным, скажем так, положительным фактором для того, чтобы было признано необоснованным и привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности. Ну и, наконец, вообще следует иметь в виду, что оспаривание налоговой ответственности ведет, скажем так, юрист, который действительно уделяет серьезное внимание оспариванию налоговой ответственности, он, скажем так, руководствуется в том числе и интересами руководителей налогоплательщика, а именно печется об их будущем. Потому что дело в том, что, повторюсь, если произошло так, что руководитель был привлечен к административной ответственности по составам, которые предусмотрены в главе 15 КООП, то это может в дальнейшем стать препятствием для занятия определенных должностей. Это первое. Второе. Вообще нельзя исключать, что довод о том, что удалось оспорить налоговую ответственность, может в определенной мере, здесь я не буду углубляться в проблему, но в определенной мере можно его стараться использовать и, например, в уголовных делах. Следующий, скажем так, аспект, он также связан с ответственностью, но, скажем так, с другой стороны. Как я уже сказал, текущая практика рассмотрения налоговых споров говорит о том, что оспорить налоговую доначисление сложно. Ответственность оспорить все-таки немного попроще, но, опять же, тоже сложно. Но есть и другой вариант, скажем так, уменьшения потерь налогоплательщика. А именно, существует положение в налоговом кодексе, которое позволяет смягчить налоговую ответственность. И при этом такое смягчение может носить значительный характер. То есть, ну, скажем так, сумма налоговой ответственности бывает значительной, досягающая нескольких десятков, но миллионов, например, рублей, а ее могут снизить до нескольких, просто нескольких миллионов рублей. Скажем так, тоже хороший результат. Здесь следует отметить, что налоговый кодекс не содержит закрытого перечня смягчающих обстоятельств. Поэтому, по сути дела, юрист, который представляет интерес налогоплательщика, может приводить любые обстоятельства, которые, по его мнению, должны влечь в смягчение налоговой ответственности. И, в общем, скажем так, дело это не такое сложное, потому что в практике встречаются разнообразные примеры того, что, ну, тех обстоятельств, на основе которых суды смягчают ответственность. Поэтому здесь главное просто правильно преподнести тот или иной довод о смягчении ответственности. Ну, и в данном случае я вот привожу свежие примеры. То есть в качестве обстоятельства смягчающего ответственность может служить тяжелое материальное положение налогоплательщика, социально значимый характер деятельности, либо статус налогоплательщика в качестве некой социальной организации. Ну, и если вернуться назад немножечко по семинару, то помните, я еще говорил, что, например, смягчающим обстоятельством может быть и противоречивая судебная практика. Таким образом, не забываем, что все-таки доводом об ответственности нужно уделить серьезное внимание. И, с одной стороны, постараться, в принципе, исключить ответственность, но если этого не получается, то, во всяком случае, постараться смягчить ответственность. В целом, подводя итог первому блоку, как необходимо структурировать процессуальный документ по налоговым спорам? Во-первых, необходимо в обязательном порядке представить судебную практику. Если прямая судебная практика отсутствует, то привести практику по аналогичным нормам. И здесь я также вообще замечу, что в ситуации, когда прямая практика по вашему вопросу отсутствует, ни в коем случае не надо строить свою позицию на том, что ваше дело некое такое прецедентное дело, новое дело, практики по нему нету. Потому что в данном случае у суду легче принять решение по такого рода делу в пользу бюджета, нежели в пользу налогоплательщика. Я полагаю, что в ситуации отсутствия судебной практики нужно выстраивать позицию так, что прямая практика, скажем, отсутствует. Но в целом суды по таким вопросам уже сформировали свой подход. И по данному делу какого-либо другого подхода, чем тот, который предлагается налогоплательщикам, быть в принципе и не может. И подтверждая свои слова, вы приводите практику по аналогичным нормам. Следующий аспект, который следует отражать, это необходимо, я уже говорил об этом, анализировать практику налогового органа и, в общем, объяснять, почему она не должна применяться в налоговом сборе. Наконец, безусловно, важно правильно определить структуру своего документа, расставить приоритет доводов. Ну и, безусловно, на первых местах должны быть материальные доводы, но уже в конце – процессуальные доводы. Наконец, заявляются доводы об интересах бюджета. Ну и не забывайте, что доводы об ответственности также имеют значение. И даже если вы проиграете в целом спор, но оспорите ответственность, это все-таки будет показывать, что в целом вы хороший профессионал, но просто дело было, скажем так, уже заведомо не в пользу налогоплательщика. Итак, переходим к следующему, к второму блоку. И, как помните, этот блок, он касается трендовых споров, новых модных споров, которые на слуху и которые достаточно активно обсуждаются профессиональным сообществом, налоговыми юристами, налоговыми консультантами. Ну и первоначально хотелось бы поговорить о таком модном направлении, как оспаривание ненормативных актов. Безусловно, эта тема касается не только налогового права, а в целом любых разъяснений исполнительных органов власти. Но дело в том, что сама по себе данная тема, она началась именно с налогового спора. Здесь я немножечко обращусь к предыстории, но объясню потом, для чего я это делаю. Дело в том, что положение арбитражного процессуального кодекса в целом, исходя из практики, могли толковаться так, что на основе них можно было оспаривать ненормативные акты, как Минфина, так и ФНС. Только для этого необходимо было доказать, что, по сути дела, соответствующие письма, они носят нормативный характер. И, в общем, действительно, было ряд дел, в которых высший арбитражный суд признавал те или иные разъяснения Минфина незаконными, поскольку, во-первых, высший арбитражный суд устанавливал, что такие письма носят нормативный характер, а во-вторых, устанавливал, что, в общем-то, содержание таких актов, оно незаконно. Но впоследствии данная практика скатилась к формальному рассмотрению таких заявлений. И, по сути дела, высший арбитражный суд стал говорить, что поскольку по форме письма, что Минфина, что ФНС не соответствуют нормативным актам, то оснований для их оспаривания и не имеется. Но зачем я об этом всем говорю? В любом случае, что налогоплательщикам, ну, на самом деле, и другим следует учитывать, что есть практика высшего арбитражного суда по данному вопросу. Ее нужно учитывать, если вы будете обращаться с соответствующим требованием уже в Верховный суд. Ну, а продолжая предысторию, здесь следует заметить, что вот эта формальная практика высшего арбитражного суда, она была, по сути дела, признана неконституционным судом. Ну, реквизиты вы видите. В итоге Конституционный суд указал на то, что, ну, по сути дела, имеется определенный пробел в вопросе установления процедуры оспаривания актов, которые по форме являются ненормативными, но содержат какие-то нормативные предписания, и поэтому обязал законодателя внести соответствующие изменения в законодательный акт, что и было сделано. То есть, в Кодекс об административном судопроизводстве была внесена новая статья 217.1, которая установила правила по оспариванию ненормативных актов с, ну, точнее, просто актов органов исполнительной власти с нормативным содержанием. Ну, и в данной норме были установлены условия для обращения с таким заявлением. Здесь я погружаться в анализ ст. 217.1 не буду, ее содержание вы всегда можете посмотреть. Здесь бы я просто хотел обратить на определенные проблемы по применению данной статьи применительно именно к налоговому праву. А заключается эта проблема в следующем, что, во-первых, решение по конкретному делу, связанному с оспариванием письма Минфина либо ФНС, оно является окончательным. И в данном случае, когда лицо обращается в суд, оно, по сути дела, может, что называется, затвердить отрицательную позицию Минфина и при этом ниже стоящие суды будут воспринимать позицию Минфина как правильную позицию. И, в общем, ну, почему я говорю, что решение по оспариванию окончательное, потому что из содержания ст. 217.1 следует, что после оспаривания того или иного ненормативного акта другой лицо уже не может обращаться с аналогичным требованием. Следующая проблема, которая существует, это практика применения ст. 217.1 применительно к налоговым спорам. А практика заключается в том, что ни одного положительного решения по оспариванию актов, что Минфина, что ФНС, Верховным судом принято не было. Более того, отдельные отрицательные дела рассматривались специалистами, как... Ну, решения по данным делам рассматривались так, что действительно была утверждена отрицательная позиция по отрицательной позиции для налогоплательщиков. То есть, вот данные две проблемы, это то, что можно только один раз обратиться с оспариванием ненормативного акта и то, что практика применения в целом отрицательна, вот их нужно рассматривать в связке и понимать, что идя в суд с высокой долей вероятности вы проиграете дело, более того, вы сформируете отрицательную для налогоплательщиков практику. Следующая проблема это то, что судьи, которые рассматривают такие дела, они имеют неналоговую специализацию. Безусловно, безусловно. Имеется определенная коммуникация у судей, между собой. И понятно, что судьи, которые рассматривают дело об оспаривании ненормативного акта, могут обратиться к судьям, специализирующимся на налоговых делах. Но в любом случае вот факт того, что судья не имеет налоговой специализации, является фактом отрицательным. Это означает, что в общем у сути не будет особого желания погружаться в налоговую проблему. Соответственно, легче вынести решение не в пользу налогоплательщика. Ну и, наконец, еще одна проблема. Это проблема того, что в суд оспаривать ненормативный акт в большинстве случаев пошли физические лица. Я здесь ничего против физических лиц не имею, но дело в том, что в большинстве случаев физические лица, если не сами представляют свои интересы, то нанимают представителей, но при этом руководствуются прежде всего ценой услуги. Ну а, как вы понимаете, чем меньше цена услуги специалиста, в большинстве случаев тем хуже его знания в налоговом праве в том числе. это означает, что в большинстве случаев физические лица не могут обеспечить надлежащее профессиональное представительство своих интересов. А здесь следует заметить, что оспаривание ненормативных актов это категория дел очень сложная и требующая достаточно серьезной подготовки специалиста, который будет представлять интересы налогоплательщиков в суде. Ну, в заключении по проблеме я хочу сказать, что во многим возникли такие проблемы с применением статьи 217.1 КАС виноваты, в том числе и налоговые специалисты. Вина их заключается в том, что они, по сути дела, сделали такой плохой пиар этой статье, а пиар этот сводился по сути дела к тому, что они в статьях, исследованиях указывали на то, что вот есть такая статья, которая позволяет оспаривать ненормативные акты. Соответственно, если вам не нравится тот или иной вывод в письме Минфина либо ФНС, то вы можете идти и оспаривать это письмо. На самом деле не все так просто. Статья 217.1 КАС является ярким примером, что не любым правом необходимо пользоваться, даже если оно вам предоставлено, поскольку последствия того, что вы воспользуетесь этим правом, могут быть негативными. Вообще, перед тем, как идти оспаривать ненормативные акты с нормативным содержанием, всегда нужно ставить вопрос, а следует ли это делать. И чтобы решить этот вопрос, необходимо налоговым юристам, как налоговым, так и в принципе любым юристам сформулировать для себя те обстоятельства, которые указывают на то, нужно ли эти оспаривать ненормативные акт, либо нет. Я для себя эти обстоятельства структурировал в две группы и их предлагаю вам в качестве ориентира, но в любом случае, возможно, у вас будут какие-то другие аргументы. Во-первых, следует иметь в виду, и это в общем прямо идет, этот вывод прямо вытекает из ст. 217.1 КСРФ, что не следует идти оспаривать ненормативный акт в том случае, если позиция, которая в нем отражена, в отношении вас не применена. В данном случае речь идет о том, что не надо играть на опережение. Вообще, многие специалисты по налоговому праву, серьезные специалисты достаточно обоснованно говорят о том, что ст. 217.1 является, скажем так, не самостоятельным способом защиты прав лиц, а является дополнительным этапом в защите интересов в уже существующем в данном случае налоговом споре. Иначе говоря, у вас уже есть налоговый спор, вот, ну, скажем так, он идет плохо, чтобы как-то переломить его, вы уже пользуетесь правом, которое предоставлено ст. 217.1 КАС. Следующее обстоятельство, которое указывает на то, что идти все-таки не надо оспаривать, это то, что разъяснение выдано по запросу лица, который, собственно говоря, и хочет оспаривать ненормативный акт. почему в данном случае не надо идти оспаривать письма, которые выданы по вашему же собственному запросу. Дело в том, что такие письма очевидно носят индивидуальный характер, и в суде будет сложно доказать, что соответствующее письмо содержит какие-то нормативные положения. А доказательство того, что письмо имеет нормативное содержание является одним из условий для того, чтобы в принципе ваше дело рассматривалось. Следующее, что может существовать по тому или иному вопросу противоречивая практика. Она может, то есть, скажем так, Минфин придерживается одной позиции, а суды другой позиции, либо вообще у Минфина существуют противоречивые позиции по одному и тому же вопросу. В таких ситуациях никто не заставляет налогоплательщика руководствоваться отрицательным для налогоплательщиков выводом, который содержится в том или ином письме. Налогоплательщик свободен в своем выборе и может руководствоваться напротив положительной практикой либо положительными выводами Минфина. Поэтому в данной ситуации не надо идти оспаривать письма Минфина. Более того, если вы пойдете, вы можете просто-напросто перечеркнуть ту положительную практику, которая существовала в отношении налогоплательщиков. Ну и, наконец, еще один аспект, который нужно учитывать. Это аспект, связанный с субъектным составом дел по оспариванию нормативных актов. Если вы посмотрите акты Верховного Суда, то вы увидите, что помимо налогоплательщиков и органа, который выпустил акт, который оспаривается, в большинстве случаев это Минфин, в деле участвуют и другие лица, а именно это представители Минюста и представители прокуратуры. И, в общем, позиция как прокуратуры, так и Минюста играет не последнюю роль в том, в пользу либо не в пользу налогоплательщик будет вынесено решение. Соответственно, в том случае, если поддержки нет со стороны Минюста и прокуратуры, то нужно подумать, следует ли идти и тратить время на оспаривание писем Минфина либо ФНС. Если же позиция была Минюстом и прокуратурой не заранее выражена, а уже в судебном заседании, то необходимо подумать, может, следует отказаться от дальнейшего продолжения спора. Какие факторы указывают на то, что все-таки имеются перспективы положительного исхода дела по оспариванию ненормативных актов? Во-первых, я уже сказал, что статью 217.1 следует воспринимать как дополнительное средство по защите прав налогоплательщиков. Поэтому в данном случае момент, когда следует обращаться, является проигрыш дела на определенном этапе рассмотрения соответствующего дела. здесь нужно подумать. Я для себя пока выработал позицию, что все-таки ставить вопрос о том, что можно оспаривать какой-то ненормативный акт, нужно после проигрыша дела в апелляционной инстанции. Правда, правда, повторюсь, все-таки нужно достаточно серьезно подумать над этим вопросом. потому что нередко на самом деле у налогоплательщика, это у крупных организаций достаточно часто, имеются обособленные подразделения в различных регионах. И в различных регионах может складываться противоречивая практика, то есть, скажем, в том регионе, в котором ведется налоговый спор, отрицательный для налогоплательщиков практика, но в других регионах может быть положительной. Поэтому налогоплательщик может проиграть дело в одном регионе, но есть вероятность, что он будет выигрывать аналогичные дела в других регионах. Соответственно, необходимо поставить юристу, который ведет это дело, вопрос, а следует ли идти в Верховный суд с риском того, что дело будет проиграно и, по сути дела, позиция Минфина будет подтверждена Верховным судом, и, значит, это может привести к тому, что изменится практика по всей стране, и это, соответственно, приведет к тому, что налогоплательщики по аналогичному вопросу и в других регионах будут проигрывать. Поэтому необходимо подумать. Следующий аспект это поддержка прокуратуры и Минюста. Вообще позицию как прокуратуры, так и Минюста необходимо уже выяснять еще на этапе подготовки к подачу, на этапе подготовки к подаче соответствующего заявления в Верховный суд. Об этом я уже на самом деле говорил, что если прокуратура именно ЮС не поддерживает, то необходимо подумать, следует ли вообще ввязываться в это дело. Ну и, наконец, на самом деле следует оценить то нарушение, которое допускается Минфина в письме. Здесь вообще следует иметь в виду, что Минфину предоставлено право давать комментарии к нормам налогового кодекса. При этом в принципе Минфин достаточно свободен в этом праве и он может в принципе никто не запрещает ему делать ошибочные выводы в своих письмах. Поэтому в данном случае такое нарушение ошибочное толкование той или иной налоговой нормы еще не говорит о том, что соответствующее письмо будет признано недействительным. Но есть другие ситуации, когда Минфин выходит за пределы своих полномочий. Скажем, когда он по сути дела не толкует налоговую норму, а пытается дать толкование и разъяснение нормам других отраслей права. И при этом толкование, которое предлагает Минфин, им руководствуются в дальнейшем и территориальные налоговые органы. В качестве примера может быть, что Минфин может начать давать разъяснение по поводу того, как оформлять договор. Очевидно, что вопрос оформления договора в принципе в компетенцию Минфина не входит. В скобках по данному аспекту я привожу решение Верховного Суда. Оно, правда, не связано с налоговым делом, оно связано с оспариванием разъяснения Федеральной Антимонопольной Службы. Но вместе с тем, там вот именно такой подход был применен, что Федеральная Антимонопольная Служба, она по сути вышла за предел своих полномочий. И поэтому ее разъяснение было признано недействительным. Ну и в заключение еще раз повторю, что прежде чем воспользоваться положениями статьи 217.1 КСРФ, необходимо провести достаточно серьезную аналитическую работу, оценить риски негативного рассмотрения дела и кроме того оценить последствия такого негативного рассмотрения дела. И несколько раз подумать, следует ли обращаться с требованием об оспаривании ненормативного акта с нормативным содержанием. Итак, продолжаем рассмотрение так называемых трендовых споров. И одним из наиболее обсуждаемых вопросов в 2016 году стал вопрос о контроле цен в неконтролируемых сделках. Но вообще, я думаю, юристов, которые достаточно часто посещают юридические паблики, скорее всего, слышали данное понятие, но, возможно, не вникали в него. А смысл такого понятия, как контроль цен в неконтролируемых сделках, заключается в следующем, что в налоговый кодекс в 2013 году была введена новая глава 5.1 НКРФ, которая установила понятие контролируемых сделок. Ну, то есть, это сделки, отвечающие определенным признакам. Здесь, помимо того, что в этих сделках участвуют взаимозависимые лица, также во многих случаях установлены суммовые критерии, то есть, что цена сделки, скажем так, превышает определенную сумму, то есть, там, серьезная сумма, особенно по внутрироссийским сделкам, 1-2 миллиарда. И при этом данной главой было установлено, что полномочиями по контролю цен обладает Федеральная налоговая служба. О территориальных налоговых органах, то есть, простых инспекциях, ничего сказано не было. Вместе с тем, возник вопрос, а что делать со сделками, которые по факту не подпадают под понятие контролируемых, но при этом из них видно, во-первых, что они заключены между взаимозависимыми лицами, а во-вторых, что имеется отклонение от рыночного уровня цен. Ну и в данном случае ФНС России, налоговые органы, так и Минфин пошли по своему пути, а именно они посчитали, что у территориальных налоговых органов есть возможность в отношении сделок, не подпадающих под понятие контролируемых, осуществлять фактически ценовой контроль. Вот эта проблема и называется контроль цен в неконтролируемых сделках, то есть осуществление территориальными органами полномочий в отсутствии прямой нормы в налоговом кодексе. Вообще эта проблема стала очевидной фактически сразу после вступления в силу главы 5.1 НКРФ, но и в общем-то начали выпускаться письма Минфина, рассматриваются судебные дела, но на уровне высшего суда этот вопрос стал рассматриваться именно в 2016 году. Поэтому я и говорю, что в 2016 году эта тема была одной из наиболее обсуждаемых. В данном случае в первом блоке слайда я перечисляю ключевые акты по данному вопросу. Здесь следует отметить, что самый первый акт решения Верховного суда не очень интересно по данной тематике. В данном деле налогоплательщик обратился в Верховный суд с оспариванием писем Минфина, в которых был сделан вывод, что у территориальных органов есть полномочия по контролю цен. Но строго говоря, Верховный суд не хотел разбираться в этой проблематике и по сути дела принял такое двойственное решение. Поэтому специалисты разошлись в оценке данного акта. Одни говорили, что он в пользу налогоплательщика, другие, напротив, говорили, что он не защищает интересы налогоплательщика. В целом же позиция Верховного суда по данной проблематике формировалась в рамках рассмотрения конкретных налоговых споров. Были споры как в пользу налогоплательщика, это, например, апрельское дело ГАЗ-став оборудования и декабрьское дело это дело налогоплательщика аквапарк, но были и в общем дела против налогоплательщика. Это дело деловой центра Минаевский и, на мой взгляд, среди всех этих дел данное дело является центральным, поскольку оно создает наибольшие налоговые риски для налогоплательщиков, о чем я еще скажу. Вообще итогом такой активной работы с темой контроля цен в неконтролируемых сделках стал обзор. В данном случае вы видите, что я пишу «готовится обзор». Это потому, что слайд был подготовлен еще в 2016 году, но в 2017 году уже был опубликован обзор по трансферному ценообразованию и, в общем, в этом обзоре была затронута проблема контроля цен в неконтролируемых сделках. Ну, а теперь непосредственно, на мой взгляд, к центральному делу по данной теме это дело «Деловой центр Минаевский». Вообще, следует заметить, что данное дело, оно интересно не только с точки зрения рассмотрения проблемы контроля цен, но и с точки зрения своей предыстории. Следует заметить, что в данном деле рассматривалось два эпизода. Первый эпизод он касался фирм однодневок, и там были значительные доначисления, то есть в результате того, что было отказано в учете расходов, там больше 200 миллионов, то, соответственно, были значительные доначисления. А второй эпизод он как раз касался и контроля цен в неконтролируемых сделках. И в данном случае я хочу обратить внимание на определенный аспект тактики в налоговых спорах. На самом деле эпизоды с фирмами-однодневками очень серьезно настраивают судей против налогоплательщиков. И, соответственно, если в деле есть эпизод с фирмами-однодневками, то судья уже настраивается на то, что налогоплательщик ведет себя недобросовестно. И поэтому высокая вероятность, что налогоплательщик проиграет как эпизод с фирмой-однодневкой, так и эпизод, скажем так, правовой, связанный с толкованием норм налогового кодекса. Но это в том случае, если дело многоэпизодное. Поэтому представителям налогоплательщиков всегда следует подумать, может быть, стоит отказаться от эпизода с фирмой-однодневкой, в том случае, если есть понимание того, что вряд ли он будет выигран, либо в том случае, если доначисления по данному эпизоду не столь значительны. И это позволит с одной стороны не настраивать судью против себя, а с другой стороны позволит, скажем так, как самому налогоплательщику, его представителями, больше внимания уделить правовым эпизодам, так и позволит судье, что называется, углубиться в правовой эпизод. Но на самом деле в деле деловой центра Минаевский такой возможности, скорее всего, у налогоплательщика не было, поскольку, повторюсь, доначисления были значительны, и, в общем, налогоплательщику было без разницы, что проигрывать этот эпизод, что от него отказываться. Следующий интересный момент, на который следует обратить внимание, это на то, как рассматривалось данное дело. Здесь следует отметить, что в первых инстанциях налогоплательщик проиграл все эти два эпизода, а вот окружной суд почему-то стал принимать, ну, скажем так, у него был иной взгляд на данное дело. И, соответственно, окружной суд принял решение возвратить дело на новое рассмотрение. Но в данном случае нужно обратить внимание на определенный аспект, что к основному решению окружного суда было приложение в виде особого мнения судьи Антоновой. В чем здесь особенности? Дело в том, что судья Антонова в данном деле была председательствующей. И вообще ситуация странная, что боковые судьи приняли решение в противоречии с мнением председательствующего. А особенность ситуации заключается заключается в том, что именно председательствующий работает с материалами дела и в целом формирует позицию по делу. И фактически мнение председательствующего является решающим при вынесении судебного акта. Однако в данном деле произошло все по-другому. Но при этом опять же следует обратить внимание, что впоследствии судья Антонова перешла на работу в Верховный суд. И в общем можно было с достаточно высокой долей вероятности предсказать, что данное дело будет передано на рассмотрение судебной коллегии. Здесь также следует отметить, что вот это дело деловой центр Минаевский повлекло негативные последствия не только это дело, но в том числе и оно негативные последствия для боковых судей, которые участвовали в его рассмотрении. Так судья Жуков был вынужден уйти в отставку, а судья Черпухина была лишена мантии. Зачем я так подробно об этом говорю, что на самом деле когда вы хотите использовать какую-то позицию отраженную в судебном акте, вам все-таки необходимо исследовать все материалы, которые доступны естественно по делу. Потому что может так случиться, что та позиция, которая отражена в судебном акте, она носит некий такой единичный характер и в действительности не будет применяться судами по аналогичным делам. Ну, а что касается непосредственно дела деловой центра Минаевский, то здесь следует заметить, что в данном деле судьями Верховного суда был сформулирован некий такой субъективный критерий, на основе которого должны разрешаться дела по вопросу о возможности контроля цен в неконтролируемых сделках. А субъективность критерия заключается в том, что у территориальных налоговых органов есть возможность проверять цену в сделке в том случае, если такая цена значительно отклоняется от рыночного уровня. В этом случае, как считает Верховный суд, речь может идти о получении необоснованной налоговой выгоды, а это в свою очередь предмет налоговых проверок, камеральных и выездных налоговых проверок, то есть находится в рамках полномочий налоговых органов. Ну, вообще следует заметить, что деловой центр Минаевский позволяет сделать итог рассмотрения дела деловой центра Минаевский позволяет сделать несколько важных выводов, которые необходимо учитывать в деятельности как налоговых юристов, так и просто юристов. Во-первых, это вопрос о том, можно ли отказаться от какого-либо эпизода в многоэпизодном деле. В общем, такой вопрос в действительности можно ставить как в налоговых делах, так и в иных делах. То есть, если вы понимаете, что шансов на выигрыш какого-то эпизода фактически нет, то необходимо подумать, следует ли тратить на этот эпизод как свое время, так и время судьи. Второй вывод, это вывод о том, что любые сделки с взаимозависимым лицом несут в себе налоговые риски. При этом неважно, подпадают эти сделки под понятие контролируемых либо нет. Риски там различные, но в том числе и риски, связанные с пересмотром цены. Поэтому юристу, особенно юристам, которые занимаются составлением договоров, необходимо учитывать данные обстоятельства, и в том случае, если они знают, что стороны договора являются взаимозависимыми, юристу необходимо, во-первых, обозначить существующие риски, это просто на самом деле сделать, и, во-вторых, необходимо поинтересоваться на основе чего формируется цена в сделке, то есть, как ее определяют соответственно стороны. При этом следует заметить, что уже на этапе, например, составления такого рода договоров с взаимозависимыми лицами, необходимо позаботиться о подготовке доказательств, которые бы указывали о том, что цена в сделке является обоснованной. Это впоследствии поможет отбивать нападки налоговых органов по поводу цены сделки. Ну и, наконец, следующий аспект, это вопрос безопасного отклонения цены. То есть, как я уже сказал, Верховный суд сформулировал все-таки некий такой субъективный критерий, и понятно, что налоговые органы любое отклонение в цене сделки от рыночного уровня будут считать значительным. Вместе с тем встает вопрос, что в действительности понимать под значительным отклонением. Понятно, что, например, исходя из дела деловой центра Минаевский, отклонение в 30 раз будет рассматриваться как значительное отклонение. Например, отклонение в 2 раза будет считаться значительным, либо нет. Этот вопрос остается открытым, и, в общем, ответ на него будет давать практика, которая будет развиваться и в последующие годы. Я же, со своей стороны, выскажу свое мнение, что, скорее всего, безопасным отклонением цены будет являться отклонение в сторону как повышения, так и понижения цены в размере 20% от рыночного уровня. В данном случае, говоря о 20%, я имею в виду содержание статьи 40-ой НКРФ, которая действовала, да и, в общем, действует в отношении тех правоотношений, которые возникли до появления главы 5.1 НКРФ. И, в общем, данной статьей регулировались опять же вопросы пересмотра цен. Так вот, в данной статье, статье 40-ой, было прямо прописано о наличии полномочий у территориальных органов, и при этом основанием для применения полномочий по пересмотру цены являлось отклонение этой цены на 20% от рыночного уровня в сторону либо уменьшения, либо увеличения. Поэтому я и говорю, что это такое безопасное отклонение цены, которое, во всяком случае, с высокой долей вероятности, можно будет доказать, что в данном случае это отклонение не повлекло получение необоснованной налоговой выгоды, а значит, налоговый, территориальный налоговый орган не может пересматривать цену в сделке. Итак, переходим к третьему блоку, который заявлялся в самом начале. этот блок, он будет посвящен наиболее распространенным делам, которые встречаются в налоговых спорах. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это о банкротстве банков и о последствиях, которые возникают у налогоплательщиков в связи с банкротством банков. Ну, здесь следует заметить, что в налоговом кодексе есть положение, которое определяет момент, когда обязанность по уплате налогов считается исполненной. И в данном случае указывается, что обязанность, это статья 45 НКРФ, в ней указывается, что обязанность считается исполненной, в том случае, если налогоплательщик подал в банк платежное поручение, и на его счетах достаточно средств для уплаты налогов. Вместе с тем, при банкротстве банков возникает ситуация, когда поручение вроде как и подано, но средства, предназначенные в бюджет, они не поступают в бюджет, а застревают на корреспондентских счетах банков. И в данном случае возникают споры между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу того, исполнена ли налоговая обязанность, либо нет. Потому что если будет признано, что налоговая обязанность не исполнена, то соответственно налогоплательщик должен будет повторно выплачивать налог. Но прежде чем непосредственно рассматривать данный вопрос, я в целом хотел бы немножко предыстория данного вопроса. В 2013 году Центральный банк издал письмо, с которым многие связывают начало очищения финансовой сферы в России. То есть начался процесс активного отзыва лицензий у банков, банковских организаций, которые в общем осуществляли либо недобросовестную деятельность, либо повышенную деятельность, связанную с повышенными финансовыми рисками. Ну и если в 2013 году этот процесс только начался и отзывов в лицензии было не так много, то уже в 2014 и 2015 годах отзывалось чуть менее 100 лицензий у банков и у банковских организаций. В общем-то такой же порядок цифр был и в 2016 году. Вообще в конце 2016 года говорилось о том, что вот этот процесс отзыва лицензий потихонечку будет сходить на нет, что в общем-то логично, поскольку банков все меньше недобросовестных банков становится, да и в принципе банков становится все меньше. Однако, если на самом деле посмотреть на процесс отзыва лицензии в 2017 году, то в целом можно говорить о том, что все-таки пока темпы отзыва лицензии сохраняются. Ну и это означает, что в общем споров, связанных с исполнением налоговой обязанности, будет еще достаточно много в течение ну, я думаю, около трех лет уж точно. будут достаточно активно рассматриваться такие споры. А вообще в чем проблема возникает? Дело в том, что возникают ситуации, когда по формальным признакам налогоплательщик подпадает под положение статьи 45 НКРФ, то есть когда им подано платежное поручение на уплату налогов и на его счете было достаточно средств. Но такие действия рассматриваются как судами, так и налоговыми органами, как проявление недобросовестности либо злоупотребления правом, поскольку налогоплательщик заведомо знал, мог, знал либо мог знать о том, что деньги в любом случае не поступят в бюджет. Ну, безусловно, в данном случае речь идет сугубо о бюджетно-ориентированном подходе, но тем не менее он есть. Но при этом следует заметить, что данный подход он не создан не на пустом месте, а все-таки как налоговые органы, так и суды руководствуются определенными признаками, которые указывают на недобросовестность налогоплательщиков. Ну, и эти признаки достаточно часто встречаются, ну, четко описаны в судебных актах. Во-первых, такой признак, как отсутствие действительной налоговой обязанности. То есть, это ситуация, когда налогоплательщик подает платежное поручение в сроке, когда еще, в общем, обязанность по уплате налогов не наступила. в целом, в целом, безусловно, такие действия, они, ну, нельзя сказать, что они каким-то образом нарушают положение налогового кодекса. Но в совокупности с иными обстоятельствами это может действительно свидетельствовать о недобросовестности налогоплательщиков. Ну, и вообще, ну, следует заметить, что вообще поведение налогоплательщиков, когда они, хотя и знают, например, о проблемах банка, пытаются через него платить налоги, в принципе, оно понятно. Потому что очевидно, что с высокой долей вероятности вернуть деньги, которые застряли на счетах банка, не удаться, и налогоплательщики стараются хоть каким-то образом воспользоваться фактически потерянным финансовым активом и пытаются уплатить налоги. Но налоговые органы и суды ставят им в этом препятствие. следующее обстоятельство, которое может свидетельствовать о недобросовестности налогоплательщика, это наличие счетов в других банках. Но в данном случае это обстоятельство имеет ряд вариантов. Во-первых, первый вариант это то, что, скажем, налогоплательщик имел какой-то общихозяйственный счет в банке и через него уплачивал как налоги, так и осуществлял общихозяйственные операции. Вместе с тем после появления информации о проблемах в банке налогоплательщик начинает осуществлять расчеты по хозяйственным операциям через другие банки, а через проблемный банк продолжает осуществлять налоговые платежи. Другой вариант может заключаться в том, что налогоплательщик осуществлял уплату налоговых платежей через какой-то достаточно стабильный банк. Но неожиданно после появления информации о проблемах какого-то банка он начинает уплачивать налоги именно через этот банк. Это также обстоятельство, которое может свидетельствовать о недобросовестности налогоплательщика. В-третьих, это, скажем так, на мой взгляд, одно из новых таких обстоятельств, это возможность располагать информацию о проблемах кредитного учреждения. Как видите, во всех пунктах я привожу примеры судебных актов, в которых отражены такого рода доводы о недобросовестности налогоплательщика. И, в общем, по поводу возможности располагать информацию, как видите, тоже достаточно свежий пример. И, ну, в настоящее время, конечно, вот это обстоятельство, возможность располагать информацию о проблемах кредитного учреждения, не является каким-то самостоятельным аргументом для вывода о том, что налогоплательщик действовал недобросовестно. Безусловно, данный аргумент, он приводится в совокупности с другими обстоятельствами. Вместе с тем, нельзя исключать, что, в общем, практика может пойти по пути возложения на налогоплательщика фактически обязанности мониторить состояние банковской организации. И поэтому внутренним юристам и юридической службе нужно учитывать данную практику и данный аспект, связанный с тем, имеется ли возможность знать о проблемах кредитного учреждения либо нет, и организовать свою работу так, чтобы на периодической основе проверять финансовое положение кредитных учреждений, в которых находятся счета налогоплательщиков. С учетом того, что информация распространяется достаточно быстро в интернете, это легко делать, в том числе с помощью поисковиков Google, Яндекс и так далее. Кроме того, имеются специализированные сайты, на которых размещается информация, в которой также может быть отражена информация, связанная с проблемами кредитного учреждения. Ну и вообще специалистами налогового права разрабатываются различные методики, которые могут предсказать проблемы у кредитного учреждения. И вот одна из таких методик, появилась она относительно недавно, и связана с тем, в каком налоговом органе зарегистрирован банк. И здесь нужно понимать, что вообще все банки, они должны состоять на учете и администрироваться одной налоговой, это межрегиональная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам номер 9. Но вместе с тем не все банки оказались на учете в данной налоговой инспекции. И многие данный факт объясняют тем, что данная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам специально не ставят их на учет, потому что понимают, что у данных банков могут возникнуть в ближайшее время серьезные финансовые проблемы и у них могут отозвать лицензию. И, собственно говоря, чтобы не мучиться с этими банками, налоговая поэтому и не ставит их на учет. Поэтому данный аспект тоже можно учитывать в деятельности юридических служб либо юристов, например, при выборе банка, в котором следует открыть счет, в том числе для уплаты налогов. Так, следующая категория дел, распространенных дел, это дела, связанные с расчетным методом. Вообще расчетный метод он закреплен в подпункте 7 статьи 31 НКРФ. И расчетный метод он заключается в том, что при определенных обстоятельствах, это когда налогоплательщик не пускает налоговые органы для проведения проверки, либо не представляет документов, в этом случае налоговый орган может определить налоговые обязательства налогоплательщика так называемым расчетным способом, иначе говоря, с использованием информации, которая имеется у налогоплательщика, а также с использованием информации об аналогичных налогоплательщиках. Вообще следует заметить, что отношение к расчетному методу у налогоплательщиков менялось от положительного до отрицательного. То есть, с одной стороны, расчетный метод рассматривался как защитный метод, который защищает права налогоплательщика в ситуации, например, отсутствия документов, и Высший арбитражный суд формировал позицию о том, что с помощью расчетного метода следует определять не только показатели по налогам, которые ведут к увеличению налогов, но и в том числе показатели, связанные с уменьшением налогов. Иначе говоря, не только доходы необходимо определять с помощью расчетного метода, но и также расходы. Кроме того, очень нравится и нравилось налогоплательщикам то, что расчетный метод может применяться не только в целом для определения налоговых обязательств налогоплательщика по его деятельности, но и в том числе он может применяться в отношении отдельно взятой сделки, то есть когда реальная сделка не вызывает сомнений, но при этом каких-то надлежащих документов, которые бы оформляли данную сделку их нет и поэтому также применяется расчетный метод. Ну и есть в общем и отрицательные решения высших судов, которые в общем не нравятся налогоплательщикам, например, о том, что нельзя с помощью расчетного метода определять размер вычетов по НДС. Ну и кроме того, например, Верховный суд в уже упоминавшемся деле деловой центра Минаевский, пытаясь обосновать тот факт, что в налоговом кодексе все-таки есть норма, которая позволяет территориальным налоговым органам контролировать цены в неконтролируемых сделках, в данном случае Верховный суд сослался именно на подпункт 7 пункта 1 ст. 31 НКРФ, то есть на расчетный метод, ну и фактически расширил основания его применения. В целом, современный подход к расчетному методу, он отражен в пункте 8 постановления ВАЗ РФ номер 57, о котором я уже неоднократно говорил. Вот в нем все эти положения о том, как должен применяться расчетный метод, в этом пункте 8 они отражены. Здесь следует также еще отметить, что Высший арбитражный суд специально сказал, что обязанность доказывать тот факт, что расчет налогового органа неверен, лежит на налогоплательщике. Это обстоятельство обязательно нужно учитывать представителям налогоплательщика, его юристам, для того, чтобы правильно выбирать тактику поведения в случае, если спор касается именно расчетного метода. Ну и переходим непосредственно к проблемам, которые могут возникать в связи с расчетным методом. Вообще первая проблема это выбор аналогичных налогоплательщиков, на основе которых и будет определяться налоговая обязанность проверяемого налогоплательщика. Дело в том, что в налоговом кодексе не зафиксированы критерии, на основе которых следует выбирать аналогичных налогоплательщиков. По интуиции интуитивно понятно, что их нужно выбирать с учетом качественных показателей, то есть с учетом сферы деятельности налогоплательщика и аналогичного налогоплательщика, с учетом особенностей товара. Понятно, что также необходимо учитывать и определенные количественные показатели, это и количество работников, и производственные мощности, ну и другие количественные показатели. Ну, возможно, использование и каких-то специфических показателей, которые важны в той или иной экономической сфере и которые влияют на финансовые результаты участников соответствующей экономической сферы. Поэтому в том случае, если налогоплательщик считает, что расчет, который предлагает налоговый орган для определения налоговых обязательств налогоплательщика, он неверен, то одним из вариантов доказывания, что расчет неверный, необходимо доказать, что выбранные налоговым органом аналогичные налогоплательщики в реальности аналогичными не являются в силу серьезных отличий от проверяемого налогоплательщика. Следующая проблема – это проблема отсутствия аналогичных налогоплательщиков. Прежде чем вообще непосредственно ее рассматривать, следует заметить, что в налоговом кодексе существует достаточно серьезный пробел, о котором говорят уже давно, но он до сих пор не устранен. Пробел заключается в том, что в налоговом кодексе не предусмотрены правила того, что делать в том случае, если налоговый орган не нашел аналогичных налогоплательщиков. Здесь можно говорить о зарубежном опыте, кстати, и в том числе о странах СНГ, в которых, например, предусматривается определенный алгоритм действий налоговых органов, который заключается в том, что в том случае, если не удается найти аналогичных налогоплательщиков, то применяются иные методы расчета, например, связанные с объемом потребляемой электроэнергии, либо методы, связанные с последующей реализацией продукции и другие методы. Вот, к сожалению, в налоговом кодексе такой алгоритм действий не зафиксирован. И это создает большие трудности как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Но здесь следует отметить следующее, что до определенного момента отсутствие аналогичных налогоплательщиков должно было быть доказано налоговым органам. Иначе говоря, если налоговый орган не использует при применении расчетного метода аналогичных налогоплательщиков, то он должен доказать, что такие налогоплательщики, по сути, отсутствуют в связи, скажем, со спецификой деятельности налогоплательщиков. Это, по сути дела, означает то, что в целом практикой, судебной практикой признавалось, что применение информации об аналогичных налогоплательщиках является обязательной при использовании расчетного метода. Однако постепенно такая практика начала меняться, и суды стали говорить о том, что использование информации об аналогичных налогоплательщиках не является необходимой для применения расчетного метода. То есть налоговый орган может обойтись и просто информацией о самом налогоплательщике. И, к сожалению, многие налогоплательщики, юристы не уловили изменения данного подхода. И во многих судебных спорах можно встретить достаточно пассивную позицию налогоплательщика, которая заключается исключительно в том, что налогоплательщик указывает на то, что налоговый орган не использовал информацию об аналогичных налогоплательщиках. Так вот, здесь следует заметить, что такая позиция, она слабая позиция, она не позволит выиграть дело. В данном случае, как я уже говорил, необходимо обратить внимание на ремарку пункта 8 постановления номер 57, в котором указывается на то, что обязанность доказывания того, что налоговый орган представил необоснованный расчет налоговых обязательств, лежит на налогоплательщике. Это значит, что у налогоплательщика должна быть активная позиция. И эта активная позиция при отсутствии аналогичных налогоплательщиков может заключаться в следующем. Во-первых, налогоплательщику следует доказать то обстоятельство, что той информации, которая была у налогового органа, о налогоплательщике, недостаточно для хотя бы приблизительно правильного определения налоговых обязательств налогоплательщика. Это означает, что в обязательном порядке необходимо было использовать информацию об аналогичных налогоплательщиках. Как это наглядно можно доказать, по сути дела налогоплательщику следует самостоятельно найти аналогичных налогоплательщиков и представить информацию о их налоговых обязательствах. Безусловно, это нелегкий процесс, но я полагаю, если налогоплательщик достаточно серьезная фирма, то у налогоплательщика есть деловые связи с аналогичными фирмами. И думаю, что какие-то из них не откажутся помочь налогоплательщику защитить свои права в целом. И, возможно, они все-таки предоставят информацию о размере своих налоговых обязательств. И в этом случае сравнительный анализ налоговых обязательств аналогичных налогоплательщиков и сравнительный анализ налоговой обязанности, которая была определена налоговым органом с помощью расчетного метода, может показать, что существует большая разница в цифрах, а это будет серьезным доказательством того, что все-таки налоговый орган неверно определил налоговые обязательства налогоплательщика. Ну и, наконец, налогоплательщику следует самостоятельно представлять расчет своих налоговых обязательств. Опять же, это можно сделать как с помощью данных об аналогичных налогоплательщиках, так и с помощью привлечения специалистов и экспертов, которые могут давать определенные заключения. Так, ну, по расчетному методу все. И, наконец, еще одна категория очень распространенных дел – это дела, связанные с возвратом налогов. Здесь я обращаю внимание, что возврат налогов именно излишнеуплаченных. То есть это вопрос, который регулируется статьей 78 НКРФ, потому что есть другая ситуация, когда осуществляется возврат излишне взысканных налогов. Это уже другая статья, статья 79, и там немножечко другая практика. Вообще, статья 78 НКРФ, она отражает всю специфику деятельности налоговых юристов и отражает те проблемы, с которыми достаточно часто приходится сталкиваться с налоговым юристом при введении тех или иных налоговых споров. Так вот, в чем заключаются проблемы статьи 78 НКРФ? Во-первых, это нечеткость позиции законодателя применительно к сроку, который указан в статье 78 НКРФ. Что это за срок? В статье 78 НКРФ предусмотрено, что налогоплательщик может вернуть излишнеуплаченные налоги в течение трех лет с момента уплаты этих налогов. И из статьи 78 НКРФ непонятно, как оценивать этот срок. Является ли этот срок пресекательным, либо это некий организационный срок, который, в общем, его несоблюдение не лишает налогоплательщика права на возврат налогов. Ну и в связи с этим у судов достаточно широкое усмотрение применительно к данному аспекту, применительно к оценке данного срока. И поэтому, в общем-то, предсказать исход дела при возврате налогов за пределами вот этого трехлетнего срока, установленного статьей 78 НКРФ, достаточно сложно. Ну и кроме того, на применение статьи 78 НКРФ существенное влияние оказывает, на самом деле, экономический кризис. Потому что суды, считая себя защитниками бюджета, достаточно неохотно удовлетворяют требования налогоплательщиков, связанные с возвратом налогов, за пределами трехлетнего срока, который установлен в статье 78 НКРФ. Что касается ключевых актов по данной проблематике, то в данном случае речь идет о позиции Конституционного суда, которая отражена в определении 173 О. Ну и также там есть несколько постановлений президиума, но, в общем, одним из главных является постановление, реквизит которого вы видите. Я о них еще подробнее скажу позднее, но, в целом, повторюсь, вообще споры, связанные с возвратом излишнеуплаченных налогов, они очень распространены. И поэтому юристам, особенно внутренним юристам, следует иметь это в виду, потому что вполне высокая вероятность того, что руководство налогоплательщиков, организации, может поставить перед ними задачу вернуть соответствующие суммы. Чтобы в том числе как-то более глубоко погрузиться в эту тему, я рекомендую обратить внимание на работу Базарова «Сроки давности в налоговом праве». В этой работе, на мой взгляд, такая хорошая работа, на самом деле, позволяет систематизировать знания о сроках, которые зафиксированы в налоговом кодексе. Ну и в данной работе затрагивается проблема, в том числе трехлетнего срока, который установлен статьей 78 НК РФ. Так, ну а что касается непосредственно проблем, связанных с возвратом налогов, то главная проблема, как я уже сказал, это вообще как оценивать вот этот трехлетний срок, установленный статьей 78 НК РФ. Замечу, что вот эту проблему, по сути дела, создал Конституционный суд определением, о котором я уже говорил, 173 О. В данном определении, по сути дела, Конституционный суд указал на то, что пропуск трехлетнего срока, установленного статьей 78 НК РФ, не лишает налогоплательщика права вернуть налоги, руководствуясь общими правилами об исчислении срока исковой давности. А это означает, что налогоплательщик может доказывать тот факт, что о переплате он узнал, то есть с требованием о возврате переплаты он обращается в течение трехлетнего срока исковой давности. И, соответственно, если он докажет, что с момента, когда он узнал о переплате трехлетний срок не прошел, то, в общем, он вполне может и вернуть соответствующую сумму налога. И при этом главный вопрос, чем налогоплательщику следует доказывать тот момент, с которого он узнал о соответствующей переплате. Здесь в данном случае можно разделить аргументы на две группы. Это сильные аргументы и слабые аргументы. Но что касается слабых аргументов, то я к таким отношу аргумент, связанный с подачей уточненной декларации и аргумент, связанный с актом сверки. Следует заметить, что действительно до определенного момента налогоплательщики ссылались на то, что они узнали о переплате в момент подачи уточненной декларации либо в момент подписания акта сверки, и, соответственно, с этого момента следует отчитывать трехлетний срок на подачу иска. И во многих случаях налогоплательщики выигрывали такие дела. Но постепенно практика по такого рода аргументам начала меняться. Суды стали говорить, что сама по себе подача уточненной декларации либо составление акта сверки не может говорить о том, что налогоплательщик может вернуть излишне уплаченные суммы налога. Потому что в данном случае налогоплательщик должен доказать не только тот момент, с которого он узнал о переплате, но и также указать на те препятствия, которые не позволяли налогоплательщику правильно исчислить налог непосредственно в момент уплаты. В данном случае речь идет о развитии позиции высшего арбитражного суда, которая была отражена высшим арбитражным судом. Ну вот в данном слайде я уже указывал, это позиция в 2009 году. И вот сейчас она активно используется судами. Поэтому, повторюсь, первые два довода об уточненной декларации и об акте сверки, это доводы слабые в спорах о возврате налогов, излишне уплаченных за пределами трехлетнего срока, установленного статьей 78 НКРФ. Вместе с тем есть и достаточно сильные доводы. И эти доводы заключаются с правоприменительными, связаны, точнее, связаны с правоприменительными актами в отношении налогоплательщиков. Особенно, когда эти правоприменительные акты меняют налоговые обязанности налогоплательщика. О чем тут речь? Дело в том, что вообще налоги представляют в налоговом кодексе определенную взаимосвязанную систему. И изменение обязательств по одним налогам может привести к изменению обязательств по другим налогам. Например, это ситуации, когда тот или иной налог, скажем, НДПИ, либо налог на имущество, является одновременно и расходом по налогу на прибыль. Это означает, что если налоговый орган за какой-то период доначисляет НДПИ и налог на прибыль, соответственно, меняются и показатели расходов, и, соответственно, уменьшается налог на прибыль, что может привести к образованию переплат. И в этом случае действительно налогоплательщик не только из правоприменительного акта узнает о том, что у него возникает переплата, узнает либо может узнать, но и в целом до правоприменительного акта у него не было возможности правильно исчислить, например, налог на прибыль. И поэтому в данном случае правоприменительные акты в большинстве случаев это связано с решениями по налоговым проверкам, но и также может быть связано с определенными категориями дел, которые рассматриваются судами. И, соответственно, правоприменительные акты являются таким серьезным доводом, аргументом, что налогоплательщикам не пропущен трехлетний срок на подачу иска о возврате излишнеуплаченного налога. Ну и кроме того, есть достаточно спорный аргумент по возврату налогов, а именно это неконституционность нормы. Вообще, казалось бы, неконституционность нормы – это серьезный аргумент для того, чтобы с момента признания нормы неконституционной исчислять трехлетний срок, исковой срок на подачу иска о возврате налогов, которые, скажем, были уплачены достаточно давно. Но, к сожалению, практика идет по другому пути, и неконституционность нормы не влечет возврата налогов. Суды по таким требованиям отказывают в возврате налогов, хотя налогоплательщики пытаются осуществить возврат, но у них ничего не получается. Вообще, повторюсь, тема достаточно спорная по поводу неконституционности норм. Ну и, кого интересует данная тема, я перенаправляю к своей статье. Это значение актов конституционного суда при возврате налогов, опубликованного в налоговеде в 2016 году. Поэтому можете обратиться к данной статье. В целом же, на этом я заканчиваю первую часть, связанную со значением судебной практики по налогам в деятельности юристов. Ну, возможно, для кого-то все-таки материал, хотя я пытался его упростить, оказывается тяжелым. Но, в любом случае, я думаю, что определенные аспекты, особенно о которых я говорил вначале, могут учитываться юристами в своей деятельности, особенно если у них будут встречаться налоговые споры. Ну и, надеюсь, в ближайшее время я запишу и вторую часть настоящего семинара. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok